подождите ты кто работает тот и ест только что закончили съемку кулинарную на англоязычном канале испекла этот изумительный мягкий тающий во рту они в руках уже мастер-класс показал один кусок раз-два и проглотил вкусно рамзян серьезно верим в эфире действительно очень вкусно и думаю почему нам в детстве не позволяли сразу резать этот торт или может быть мука там разная было и нужно было чтобы коржи пропитались и действительно помню что коржи должны были пропитаться потому что если свежий разрезать но немножко черствой мог бы быть а это сразу только что закончили вот смотрите ведь видно что пропитались арам дай мне твою вилку на секунду там кто-то не верит что они пропитались вот смотрите нарезала кусок и мягкий-мягкий и детей птенчика покормила мягкий-мягкий лучше ночь продолжайте а что делаем дальше спрашиваете вы ничего особенного там у нас 15 деревьев стоят там у нас машина соседская с мульчем стоит аром весь мульч под деревьями положил уже нет давайте покажу сосед сказал не надо вам покупать никакую машину у меня она есть когда нужно пользуйтесь то что и нужно было еще показал мужу что в лесу его части гора мульчи помните он у нас деревья удалял его все он очищает в общем у него инструмент такой что уже очищенные деревья он перемалывает мульч мульчу или мульч что-то такое и сказал нужно будет хотя бы корневую часть немножко прикрыть чтобы летом не засохла а зимой не замерзла так что будем это делать наверное еще будем сажать и еще разное будем жить а еще соседки мальчик пришел видите как деревенские дети в лесу велосипед водят и прямо рукой машет такой свободный такой интересный мальчик очень воспитанный там невозможно ведь вот вот так поднимается поэтому наверное так поднимать у него еще и телефон радио включает к обойскую музыку в основном и наслаждаются своим катанием на велосипедах на траве прямо с музыка с музыкой пришел на таксвеню финиш диск лозы велосипед будет человеке говоришь что еще нужно помыть бегу говорит твой тоже принеси потом говорит машина хотите чтобы помыл говорит нет не надо твой велосипед и туфли весь в грязи дожди были там в лесу грязь везде не они там катались на велосипеде амова бэйк не поленилась вчера ночью лимончики тоже сделала цукаты или такие сияющие просушила мерангу тоже сделала кисэс поцелуйчики меранговые так называются кисэс этот тот всегда для меня как будто очень такой нежный и анютины глазки очень хорошо сочетается с этим тортиком дочки сказали биль проверим сумку аркану очень тяжелая не там разные сумки выходят и там у него грамот из-за чего-то наши дети не умеют с собой немножко погордиться ему пару граммов дали за чтение за не знаю математику и тому подобное мы если нам пятерку четверку с плюсом или пятерку получали во весь горло орали радовались родителям дневник показывали эти несколько дней грамоты получают и несколько дней в сумке хранят как будто ничего не радуются нынче дети серьезно что-то не то с нынешним поколением подарки им все равно все им так ok it's ok бэк тоже постоянно но хорошо учиться что-то всегда получает туда-сюда ему все равно он никогда не скажет что он в школе хорошо учиться или что-то получил или его похвалили ему все равно так маленький обедчик готовим сейчас экипаж соберем покормим и продвинемся по нашим огородческим делам еще этот великолепный решил что сам будет строить мне грядки это грядки называть ее коробки они их называют ну коробки где сажают и не хочет низкие коробки говорит чтобы спину не нагинала заботиться в общем сегодня пошел посмотрел измерил примерил какой материал будет покупать в общем мы будем очень заняты держитесь все конец связи что он там делает с этим шлангом сейчас он сам замучиться вчера ночью приехал сегодня утром уже к нам при пашу пришел и вырос здесь дети так быстро растут здешние дети не знаю как их кормят но они такие крупные наши рядом он ему тоже 9 лет Беку тоже 9 лет боюсь их рядом поставить и показать кому-то ну мы такие нежный сорт изюминка хишмиш чамич сорт форма одежды садоводческая настроение упс чуть не упали настроение посадочное решили сажать в один момент решили сегодня ничего не делать в другой момент решили опять сажать муж поехал за мульчем а сын уже копательные работы начал наша команда не останавливается наша агрономная команда вот хозяин придут почему шляпу не одевает это как раз сейчас к месту будет вкусно он влюблен в эту машину очень очень ему нравится сразу перешел к делу почему шляпу не надеваешь так подошел бы к твоему образу этот лук дополнил бы твоя дополнила бы твоя шляпа что у нас полным-полно в лесу это мульч полным-полно альма грунт любит кушать наверное какие-то витамины там есть альма посмотрите альма знает что нельзя наверное минералы какие-то есть все удивлялись почему такая красная земля а мы уже не удивляемся мы тоже сначала удивлялись на это на этом холму гранат хотим посадить то есть перевести гранат сюда здесь еще один сажаем там все деревья почти пять шагов друг от друга расположены пять шагов сосед пришел посмотрел сказал вы молодцы все правильно сделали как же хорошо вы делаете что сажаете фруктовый сад и муж говорит спрашиваю почему здесь люди не сажают акромы земля как будто земля пропадает ничего никто не сажать здесь этого не любят или не понимают на это время не проводят мы открытое место открытую землю видим мы хотим что-то туда посадить да все люди разные говорит так обрадовался когда увидел эти деревья в таком восторге был прямо наверное не ожидал сразу приехали через полгода уже почти 30 деревьев посадили а люди живут годами ничего не сажают фруктовых но наши соседи и сосед который бизнес деревьев и сосед которого ковбоем называем и те молодые у которых девочка маленькая с пэком в одной и той же школе учатся они все сажают вегетаблс такие в общем огород но деревьев да да у них есть одно дерево персиковое видели может быть еще что-то есть не видели окей извиняюсь я иду по своим садоводческим мичуринским делам такая погода хорошая немножко холодноватое но приятное настоящее весеннее эй 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 не перестаю любоваться этим деревом персиковое цветет так красиво говорят нужно некоторые цветочки удалить но думаю они сами упадут у нас в Калифорнии сами падали у меня рука не поднимется цветок удалять но запаха нет у них окей я пошла по своим делам альма крутится как лошадь альма а я вот эти хочу удалить отсюда хотя муж говорит в горшках будешь сажать то есть в этом коробке которая будет строить но здесь место как будто пропадает я здесь ничего не буду сажать пока не знаю что сажать сегодня подкармливала гортензии закваской но они любят хочу здесь вот всю эту зелень которая вот так подросла вот по краешку хочу здесь посадить это хочу удалить многое хочу удалить отсюда люблю люблю заниматься своим профессиональным делом садовода огородчицы учитесь пока есть возможность подкармливать разрыхляю удобрение добавляю и уже все из этих коробок сюда сажаю потом прикрываю как будто ничего не было здесь никто ничто не увидит не догадается это просто очень давно сажала осенью очень давным-давно в прошлом году осенью и жалко вот так выбрасывать хочу как-то удалить и пусть продолжает расти я их еще прикрывала к осени чтоб не замерзли сверху травой покошенной но семена посадила и так не выросли а вот это это кармандзук он растет к концу к концу чего весны может быть ну почему-то как будто надежды нету что что-то вырастет ничего не видно но жалко выбрасывать сюда поставлю вырастет вырастет не вырастет уже посмотрим кто вырастет немножко сюда задвинул это знаете да корни лука когда лук скажем покупаю использовала что использовала корни сажаю и новый лук растет потом по ходу времени прихожу и режу зеленую часть а корень оставляю что где был видите как легко и просто одним махом сажаю что попало мяту в какой-то горшок по кашу в нескольких горшках Пока выйду из дома, дойду до этих грядок, туда-сюда. А здесь сразу спустилась, забрала несколько кусков лука-мука и пошла домой. Альма, она все помогает, помогает. Удеям радуется, очень любит. Как будто она родилась, чтобы по лесу бегать. Немножко отодвигаю, это не удаляю. Это вот так складываю, потому что это хорошая вещь. Очень хорошая вещь. Но им замульчирую. А, здесь очень мягкая земля. Даже эти червяки есть хорошие. Но, чайно думайте. Она думает, это хлеб. Эй, чикарили, Альма, чикарили. Сто раз уже говорила, смотрю, что ты ест. В той стороне тоже, да, у нас есть эти гортензии. Что-то кушает с аппетитом. Приходит, смотрю, это закваску ест. Ну, хлебом пахнет, думает, это съедобно. О, тутовник решили вон там, ближе к лесу, можно сказать, ближе к лесу. Очень много мусора делает тутовник. Я знаю, я помню, лучше далеко от дома. Потом еще осы или другие кусачие могут прийти. Тоже не хотим ближе к дому. Поэтому тутовник пойдет к лесу. И потом ближе будет к оленям. Медведь, наверное, никогда не пробовал. Тут, тут. А туту не пробовал. Целый час почти здесь копали-копали. Камень мешал копать, но они докопались. Кажется, какой-то клад нашли. Астроид, говорит, нашли. Очень красивая декорация получит. Очень красивая декорация получит. Но надо что-то сказать, целый час копают две мужчины, а один камень. А, Накчан, кажется, зерно сейчас у зум хакнес. Декорация получит много декораций, столько старались где-нибудь в саду памятник. Памятник нашим стараниям. Ага, здесь мы так хотим. Пусть так и останется. Окей, молодец. Большую дыру откопали. Куда, Варнак? Альма? Альма, это такая папка. Ха, зато там грунт очень мягкий. Он зревает, как он хочет. Но очень много дождей было, поэтому грунт мягкий-мягкий. Первый абрикос посадили. Только ждали. Не знаем, какой сорт, но главное, абрикос. Тилтон? Тилтон какой-то, американский абрикос. Главное, достали. И посадили в том месте, где целую часть камень выкапывали. Это второй абрикос. Абрикос, если вырастет, у нас будет целый сад абрикосовый и персиковый. Сколько персиков посадили? Шесть? Шесть. Шесть персиков. Четыре абрикоса. Что это мы делаем? Кажется, новый бизнес начинаем. Фермерский, агрономический. И мы с этой земли тоже нужно. Сказали, обязательно свою землю тоже хорошенько замешайте, чтобы дерево привыкло к этой земле. Ага, ладно. Ладно, давай. Пусть учатся. Будущему поколению передаем наши знания. Расширяем. Здесь тоже абрикос будет, кажется. Одну сливу посадили, два абрикоса и еще один абрикос сюда идет. Там еще один абрикос. В общем, у нас очень много абрикосов будет, надеемся. А, можно уже, шеф? Закат какой красивый. Друзья, кажется, нашли клад. Чернозем. Здесь глинная, такая красная земля. А вот здесь, в этой части, только, кажется. В общем, у нас чернозем тоже возится. Молодец. А, подожди, бледь увидела. Мы хотим, чтобы туда бледь попал. Жук. Паша. 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 Мы роженники, королины. Накармей. Ну, правильно говорю. Это наша родственная земля. Нашей родины, королины. Товарищ. Джон. Ску.. Джон. Что, perfect? Можешь вот только. О, ему хочется помочь. Хочет помочь мочек. Молодец, а я нашел чернозем. А как арматый чернозем? А, арматый чернозем. Коренной чернозем. Это последнее на сегодня, потому что уже темнеет, уже холодно. Всё, мы молодцы. Сверху идёт родная красноземляняя земля. Красная земля паролинская. Кармир, кармир. Красный, красный. Ещё палки должны купить, опору, чтобы все деревья прикрепить. Но это потом посмотрим, сколько нам нужно. Столько и купим. Всё, я уже здесь не... Говорит, камень не промыть. Может, там кости динозавра, скелет может быть. Очень красивый камень, сияющий. Всё, я свою миссию здесь закончила. Лопатки остаются, мы уходим. Всё, а у меня вот здесь это получилось. Сколько вырастут, пусть вырастают. Петрушка. Но это не петрушка, это сорт кинзы. Помните, выглядит как укроп, но это кинза. Сорт такой. Лук. Что ещё? Вот это кинза. Здесь снова петрушка. И всё. Ещё семена есть. Семена тоже, наверное, посею. И всё. На сегодня точно всё. Сегодня у нас супчик в меню. Хотя мясо досталось, чтобы лазанью сделать на завтра, оно уже не в состоянии между нами и садоводами. После этих наших садоводческих приключений невозможно ещё что-то сделать. Супчик доварим. Точка варит. Я её учу, как это делается. И поскольку, поскольку у нас всё целиком кладётся и всё целиком удаляется, это легко будет. Курочки здесь такие вкусные. Это необычная курочка. Во-первых, она маленькая. Это я её уже на кусочки сделала. Маленькое такое. Мясо такое плотное, нечёрствое. И вкус настоящей курочки. Может быть, это молодой петух. Потому что мясо немножко красноватое. Но очень вкусное. Бульон. Просто такой бульон взять и немножко чеснока и что ещё? Зелени и покушать. Такой вкусный бульон. Туда картошку добавили, лук добавили. Лук совсем не видите, никто не видит, ничего не видит. В конце там будут картошка, кусочки мяса и кусочки макарон. И всё. И специи. Много специй. Турмери, куркума, карри, чёрный перец. Красный не положила, кажется. Чёрный перец. Кумин. Кажется, всё. Кажется, всё. И зелени, сушёную петрушку добавила, чтобы не видна была. И чабрец урц. Очень хорошо сочетается с курочкой. А, и всё. И в конце макарон. И всё. Простой, очень изумительный, ароматный супчик. Пусть это закипит. Плюс хэнс яра, миссы карас лецнес. Соседский мальчик пришёл, говорит. Что у вас сегодня на ужин? Говорю. Мы уже ужинали. Гречка. Там сыр есть. Рис сделала, чтобы... Ну, роллы делали. Маленькие миниатюрные роллы сделали. Миниатюрные. Говорит. Это не хочу. Говорю. Гречку попробуй. Это вкусно. Арам. Я думала наши пики. И тут мальчик пикир, чем наши мальчики. Запривередлив к еде. Ну, не всякое. Ротик почти не открываю. Говорю. Ротик нормально. Гречкой хочу покормить немножко. Совсем капельку съела. И так прямо лицо такое сделала. Наверное, они не привыкли. Понимаю. Но гречка вкусная вещь. Говорю. Хочешь лаваш сыром? Говорит. Какой сыр? Говорю. Бри есть. Такой еще. Ну, тосканский. Не знаю. Москанский. Фета есть. Говорит. А тертый. Тертый сыр есть. Тертый сыр в морозильнике есть. Говорю. Подождешь пока, ну, растает или... В общем, завернула бри в лаваш. Сказала. Откуси кусочек. Это вкусно. Действительно бри в лаваш. Прямо мне сейчас самой захотелось. Бри с лавашем. Кусочек так откусила. И такое лицо сделала. Как будто ему очень такое отвратительное что-то дали. И вот так аккуратно... Ну, я ведь... Мама, да? У меня тоже дети. Я аккуратно вижу, как он к мусорному ящику тянется, чтобы выбросить. Как будто я не вижу. Потому что съел. Говорю, морковку хочешь хотя бы что-нибудь из еды? Сказала, морковку хочу. В общем, все сейчас морковку едят. Это хочу сказать. Да, такие дела. Все дети разные. Мои, я вообще не представляю, что мои у кого-то дома что-то вообще попробуют. Или, может быть, попробуют, понравятся. Лилик маленькая была. У нас дома очень мало чего так. Хотя она... Ну, девочка с аппетитом была всегда. Самые нормальные ребенки. Попробуют и туда, и сюда. Не как остальные. И говорила. Сегодня у подруги дома бабушка какой-то, ее бабушка какой-то отвратительный суп сварила. И заставила, чтобы мы все съели этот суп. Говорит, я съела. Говорит, а что было делать? Страшно было. Грозилась бабушка. Не ели. Ну, все. Не знаю, что делала. Ну, да. Со страху ела. Есть дети, которые со страху едят. Я была такой. Не со страху. Но очень плохо ела. Я помню, что меня вот ложкой кормили. Это тоже помню. Помню, сидела, плакала у супа с луком большими кусочками. Многое было. Я... Мне фрукты дайте. Овощи, фрукты. Хреб. И я счастлива. А там супы, мупы разные. А сейчас все люблю. Супы очень люблю. Все люблю. Любую еду я с удовольствием съела бы, если бы кто-нибудь для меня приготовил. Это когда беременная была. О, это, наверное, не я одна такая была. Когда беременная была и в гости к кому-то ходили. Стыдно сейчас признала. Но я смотрела, что у них на плите. Скажем, на кофе. Помню, однажды к знакомым поехали. Я всегда беременная была. Пятеро детей. Это девять месяцев, если сосчитаться, половина жизни. И, естественно, не голодная, но беременная. Это, как говорится, всегда голодная. Всегда чего-то хочется. У меня все беременности были прямо отличные. Аппетит на месте. Ничего такого не полнело. В общем, как это называется, когда ноги толстеют или, не знаю, рвет головокружение. Не знаю, тошнота. У меня такого не было. Прямо ела, пила, была счастлива. Бегла, как белка. В общем, вернемся к овечкам. Поехали в гости. И этот запах вкусного домашнего. Ну и на кофе. Зашли на кофе. Так именно. Зашли на кофе. И о чем-то разговор пошел. И мама, в общем, семейство говорит, я тут борщ сварила. Может, борщ захочешь? Сказала, нет. И сидели, кофе пили. И я смотрела на эту кастрюлю с борщем. И прямо мечтала. Ах, если бы еще раз спросили, наверное, скажу, да. Может, можно попробовать? Так и не сказала. Как в том анекдоте, когда свекровь, ну, новая невеста, арбуз предлагаю. Стесняется, говорит, нет, не хочу уже к смерти. Говорят, мама, что тебе хочется? Говорят, дайте мне кусок арбуза. Anyway. Но уже было поздно. Сидим, кофе пьем. И что я буду борщ кушать? На сих пор помню. Почему меня так разнесло на мои беременные истории? Да, сейчас у нас очень вкусно пахнет супчиком. Но уже тут интервальное. Уже последние несколько дней так уж получилось. День рождения, день рождения. Я падаю от интервального. Все сидят, наслаждаются. Не буду я сидеть, смотреть. А что? Странная. Но уже все. Возвращаюсь к интервальному. Что я сегодня делаю? Супчик варим. И, наверное, сядем что-нибудь посмотрим. Может быть. Посмотрим. Мальчик еще у нас. Решил говорить, для вас что-то покопать там. Говорю, а наши мальчики не приходят. Потом наши пришли. Этот ребенок нашим детям очень хороший пример, как должен быть нормальный сельский мальчик. Он не любит у телевизора сидеть. Даже однажды наших мальчиков обозвал картофель. Какие? Диванные картошки или что-то. Кауч потатос? Говорит. Говорит. Каайс. Винчай каану. В картошке не надо? Да. Мисика доветишь? Нет, ваш брат не доветит. Подумал брат доветит. Добрый смайлаки. А, Латина. Я просто хотела проверить. Сейчас. А, это одна из грамот арка. Он очень хорошо читает. Он наш чтец. На супчик посмотрю. В хоккей играют. Так громко играют. Обычно к 7.30 приходят, забирают. И такие воспитанные. Совсем недавно. 8.45? Наверное, они часы не обратно не... У нас часы поменяли на час вперед. На час вперед. Наверное, они не поменяли. Мальчики. Очень воспитанные дети. Три братья. Три брата-акробата. И как будто очень взрослые. Один возраста арка. 12 и, по-моему, 17 и 9. Все мальчики. Мальчик и мальчик и мальчик. Гостей проводил муж. И задержался во дворе почти полчаса. Ждем-ждем. Арнак вернулся. По-моему, хоккей был у него в этот день. Говорит, папа с кем-то там разговаривает на этот квадроцикл. Кто-то на квадроцикле. Папа с ним разговаривает. Говорю, ох, кто примерно? Говорит, совсем понятия не имею. Говорю, один из соседей может быть. Говорит, нет-нет, молодой парень. Говорю, неужели с этим мальчиком полчаса этот человек взрослый разговаривает? Потом вернулся домой и говорит, я просто в восторге от этого мальчик. Мальчик, ну мальчик, 17 лет. Говорит, сколько у него знаний про квадроцикл. Говорит, меня как будто с нуля ознакомил всей, ну, как работает техника, система, конструкция. Так детально он мне, говорит, это рассказал, что я ему сказал, когда пойду покупать квадроцикл, если тебе удобно со мной, приходи, чтобы мне советы дать. И говорит, после этого мальчик еще с большим таким вдохновлением. В общем, начал опять про квадроциклы. Тебе придется квадроцикл купить. Мальчик столько часов с тобой занимался. Очень хорошие дети. Маленькая распаковочка миниатюрная. О, эта вещь работает. Знаете, это что? Показывала, однажды заказывала, для дочерей заказала. Потом, поскольку у меня тоже гормональные изменения в жизни. Молодею, увидели. У меня тоже время от времени появляются или почти хотят появиться. Такие красные штучки на лице. Хотя у меня кожа очень чистая. Никогда, даже когда была подростком, сильного такого этого самого не было. Anyways, купила. Всем по одному. Работает. Если замечаете, что скоро-скоро вырастет что-то на коже, на лице. Эту штуку прикрепляете. Стикер. Я об этом не знала. Может, вы уже сто лет об этом знаете. Я немножко классическая. Очень многое не знаю. Про очень много. Гастрик сказала. Попробуй. И попробовала. Вот такие штучки. Кругленькие стикеры. Очень хорошо работают. Это себе. Каждый по пачке. По простые пачки. Мне астрик нужно. Не знаю, что делать. Не знаю, что делать. Уже массажи. Эти массажи, извиняюсь, но ерунда. А сколько можно так делать, так делать, так делать. Не знаю, как делать. Это не работает. Самый лучший массаж. Это ботокс. И все. Сделали и закончили. Сейчас думаю, а это, это. Хочу кастрик. Anyway, но никуда пока не собираюсь. Пока массажи делаю. О, это знаете что? Зеркало. Наше Версальское зеркало, как кто-то написал. Помните, заказали разбитое было. Им написали, сказали, ну, фото сказали, пришлите, что зеркало разбитое. Прислали. Они нам деньги вернули. 180 американских долларов. Деньги вернули и не выбрасывать же. Дочке сказали, можешь удалить эту разбитую часть и чем-нибудь, как бы, какой-то фольгой. Ну, не фольгой, все продают. Как раз приблизительно знала, что хочу. Вот видите. Чем не зеркало? Ну, я лучшее что-то видела. Может, еще и наклейка есть сверху. Лил, это банокарас или она здесь на кинчатеску. Я хочу попробовать. Это как артиковый, это лавна? Это не шинейный. Я не пользуюсь с пинамом. Наверное, сверху наклейка. Да, уни. Уни, уни. Есть. Уни, это шинейный. О, очень даже... Это реально мальчик. Молодец. Уни, уни. Это вид, как раз копченес, да? Да, это лавни. О, это очень красиво. Молодец. Валиканес? Да. Завтра сделает. Она все умеет, она все может починить, все может прикрепить. Ох, как хорошо, что родили этих старших детей. Парнак так хорошо копает. Она все чинит. Рожайте старших детей. Не ленитесь. Они потом нам помогают очень. Сначала мы им помогаем, растим, любим, выращиваем. Все делаем для них. И в каком-то возрасте они все больше и больше понимают, как много родителей для них делают. Все больше и больше нам благодарят. Все больше... Уже понятно, что у них тоже какой-то возраст определенный, что они все это глубже видят и ценят. И это очень приятно, когда дети тебя ценят. А сами вообще-то молодые. Я не помню, чтобы я в их возрасте постоянно... Родителей шла, благодарила, что мне они, в общем, это сделали, то сделали. И, может быть, и жалею, что постоянно не благодаряла. Ну да. Очень, очень счастливы, что дети у нас такие хорошие получились. Совсем нечаянно. А вот эти кошки на столе лазят. Фу! Фу, чья эта кошка? Мы верю, Настя! Бубенчики. Кто-то написал, а у Воросика еще бубенчики. И посмеялась. Не смешно было бубенчик. Это не слышала такое выражение про эти бубцы. Дочке говорю на русском. В общем, кто-то так назвал бубенчик. И сейчас она его как зовет? Бубенчик? Или... Новоросика зовут Бубенчик. Или что-то такое. Так смешно. Пришел наш бубенчик? Совсем мало осталось до бубенчика зеленой. Она влюблена в его бубенчики. Постоянно за ним ходит, нюхает, ходит, нюхает. Альма. И домой не пускает. Сейчас совершенно новый аттитюд себя ведет. Но уже котики выходят во двор. Прямо им там на земле вот так катаются. Такие любвеобильные становятся. Понимаешь, что им там хорошо. Как выходят. Если воросик хочет домой, она стоит у двери и не пускает. Не знаю, что хочет этим сказать, но очень с аттитюдом стала. Наверное, обиделась, что уходит из дома он. Пойду на супчик погляжу и вам, наверное, покажу, как выглядит наш каламбур, а не суп. Вспомнили. Бурда сказала. Такой журнал тут. Бурда мода. Помните? Я оттуда выкройки доставляла. Столько всего сшила с этими выкройками. Столько всего. И пальто себе сшила, и плащ из этого журнала. Как я ждала, пока новый номер выйдет. Сейчас кто смотрит журналы? Кто выкройки достает? Может и достает. В этом я не в курсе. Я опять от чего-то, может, отстала. Где эти штуки? Ой. Сейчас аккуратно из нашего супчика достаем. Сельдерей. Туда положили два сельдеря. Сельдерея. Морковка. Морковка цветная была, поэтому такого странного цвета. Три морковки туда или еще одна морковь должна быть. Диндер, имбирь на два куска сделали и туда кинули. Да, еще плачут, чтобы их во двор отпустили. Ночью не пускаем. Они, наверное, не разделяют ночь от дня. Эй, Вася! Он испортил все эти штуки. Это тоже морковка белая. Все чехолы. Уже менять надо. Но не меняем, пока они вырастут. Немножко. Надеюсь, когда будут уже во дворе гулять, ногти там будут строчить. В конечном итоге у нас вот такой, как дочка говорит, хочу прозрачный суп. Макароны еще немножко сварятся и более пухленькими станут. Вот картошка, макароны, мясо и бульон. Вот она так ест. Все удалили. Осталось, что осталось. Уже выключила, что, ну, макароны, если выключаете, они продолжают еще вариться. Ммм, так хорошо пахнет наш суп больного. Молодец. Я им немножко курочку отделила, Альме отдельно, им отдельно. Альме всегда большой кусок, всегда ей больше, да, но у нее и способности большие. Этим крохотным, по их крохотным размерам. Вижу, эти пришли, мне жалуются. В лицо смотрит, а Альма довольная, языком ротик чистит. Пошла посмотрела, она, Альма съела и свою, и их тарелку тоже от них отобрала, все съела. Поэтому Варусь ее ненавидит. Какой парень будет любить девушку, которая ест его еду? Или не кормит его, как нужно? Они очень рассердились на Альму, сказали, что так себя не ведут. Леди себя так не ведут. Она не хочет быть леди, она хочет быть девушкой, обычной хулиганкой. А, ты торт захотел, точно хочешь? Очень хочу. Если этого мужчину не остановить, свет включу, а этот, это лучше. В этот час уже вечером все лампочки люблю, когда ночные лампочки включаю. И уже понятно, что пора детей спать, а взрослых тоже спать. Какая реакция, папа, помогает? Воружную кушать. Еще одну курицу. Еще одну курицу. Чунок пластиковый. Нам в куску нужно столько тяну, тяну, и все равно придется поехать. Церамочка, как это? Да, для этого работа? Каталин там. Три. 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 Три ложки хотят. Лава. Штафе качутся. Эти вообще самостоятельные люди стали. Мы их почти не видим. Или в школе приходят у себя в Мэн Кеве, играют, выходят там играют, то делают, другое делают. По субботам, воскресеньям куда-то идут. Или игра хоккейная, или у какого-то друга день рождения, туда-сюда. В общем, детей почти не видим. Цветок хочешь съесть? Очень полезно для тебя. О, ты мне в лес должен отвезти за фиалками. Я одна в лес очень редко иду. Молоды. Хотя говорят, там никого нету. Говорят, я и только медведя боюсь, но его в последний раз видели, когда мы только приехали, а он людей боится. Увидят кого-то, убегают. Такой медведь. Ну, стеснительный здесь. Медведи каролинские стеснительные. Я только, ну, на всякий случай. Но дети не боятся, все идут. Всем все равно. Там могут быть или, может быть, единственный один медведь или несколько оленей. Олени тоже, да, боятся людей? Не знаю, я так сильно, близко не видела. Из окна видели, они приходили, не знаю, что делали. Но уже если деревья посадили, может, и будем видеть очень часто, близко. Все будет хорошо. Но лес в ту сторону, особенно я одна не иду. Спущусь у нашего этого пруда, может, прогуляюсь или с Альвой, аль моя защитница. Но чтобы одна выйти и пойти прямо в соседскую часть леса, маленький кусок. Почему так посмотрел? Хороший кусок. Это ночной кусок называется. Живот не беспокоит тебя больше. Нет. Прошел этап, не хочу живот. Сейчас мне все равно. Живот, мевот, все. Он хочет торт. Он хочет торт. Живот ему не мешает. Ох, какой мягкий, хороший оранжер. Ешь. На здоровье. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова